Хакасию по праву называют археологической Меккой Сибири. Таким обилием курганов, каменных изваяний, наскальных рисунков, стелл, захоронений и стоянок древних людей различных эпох, вряд ли может похвастаться другая территория региона. В нашей республике около 30 тысяч археологических памятников, и специалисты каждый год исследуют все новые и новые объекты. Только за несколько последних лет в Хакасии работали археологи из Германии, Японии, Монако. Доброй традицией стало проведение совместных проектов ученых из Абакана, Санкт-Петербурга, Новосибирска. В этом сезоне археологи из Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории продолжат раскопки в районе строительства железной дороги Козыл-Курагина. В августе и сентябре совместную экспедицию отправляют специалисты Хакасского национального краеведческого музея и археологи из Санкт-Петербурга. Но первый полевой сезон 2014 года открыла экспедиция Хакасского госуниверситета. Две недели студенты-историки под руководством преподавателя Валерия Зубкова занимались исследованием одной из стоянок эпохи Верхнего Палеолита в Таштыбском районе. Мы находимся на месте древнего памятника, то есть стоянки человека каменного века, предварительный возраст, который определяется примерно в 15-20 тысяч лет. Это следы, может быть, наиболее ранних этапов заселения человеком территории Таштыбского района и вот о южных краях. Сказать определенно, какая это была культура, археологи пока не могут. Либо афонтовская, либо кокоревская. Для более точной идентификации палеолитических стоянок Таштыбского района необходимо найти больше артефактов. Этим и занимаются сейчас ученые. И даже первые находки вселяют оптимизм. Невзрачный на вид предмет – это пластина, каменная пластина, сколотая человеком. И вот здесь, на этой пластине, на одном из этих концов, имеется мелкая обработка, ретушь. Это скребок. Вот такой, видишь, он крепился, мог крепиться в деревянную рукоять. Вот таким образом. И использоваться для проведения технических операций. Специалисты знают, для каких целей использовались инструменты человеком каменного века. Ведь уже 15 тысяч лет назад наши предки очень многое умели. А инструменты производили в специальных местах мастерских. Для работы по дереву, для работы по кости, для выделки шкур. Это были такие многофункциональные орудия. То есть могли использоваться в разных направлениях. Конечно, люди использовали помимо камня кость, дерево. Но органика не сохраняется. Поэтому археологам, как детективам, достаются только артефакты из камня. То немногое, буквально там процент. Другой, может быть, и меньше, то богатство культуры, которым человек располагал даже в то отдаленное время. Валерий Зубков исследует памятники каменного века в Таштыбском районе с 2001 года. Обнаруживаются они иногда совершенно случайно. На одном из холмов в верховьях Абакана проводились земляные работы. Вскрылся пласт с необычными для этих мест камнями и каменными сколами. В другом случае помогли геологи. Археологи исследовали эти памятники и стали искать ближайшие округи более детально. В итоге обнаружена уже десятая стоянка человека каменного века в Таштыбском районе. Она самая свежая. В археологических документах именуется Кривой Чистобай-1 по названию ручья, который огибает гору. В прошлом году в составе экспедиции, начавшей разведку древней стоянки, был студент, тогда еще первокурсник Владимир Байкалов. Так что среди своих однокашников он самый опытный археолог. Владимиру Байкалову доверяют работу с теодолитом для точной фиксации глубины залегания находок. Мы в тот год здесь делали разведку, открыты два угла, здесь и здесь. Мы шли кусок каменного ножа от холода. Если был такой длинненький, такой над холодным ножом, полностью выточен с холодным камнем. Технология проведения археологических раскопок выверена до мелочей, по-другому нельзя. Ведь специалисты ищут, по сути дела, иголку в стоге сена. А ведь находку необходимо еще правильно задокументировать, то есть указать, где именно находился артефакт. В каком квадратном метре и на какой глубине. И это еще сравнить на небольшой по археологическим меркам раскоп. 50 квадратных метров. Вот у нас как бы сначала парни снимают дермы верхние, а потом девушки вот это все убирают. И мы потом выходим на слой и как бы равняем все, чтобы посмотреть, если мы находим, то мы как бы по этому уровню и идем. Чтобы посмотреть, где еще есть находки. То есть вот так вот. Ну и потом слой за слоем и смотрим, что мы нашли. Сегодня вообще повезло. Я нашла пять осколков. Один большой и поменьше, поменьше, поменьше. Ну вот сейчас уже как бы меньше, но вот там в самом центре, как бы да, там много. Там еще девушки другие нашли. Каждую находку студенты обсуждают с Валерием Зубковым. Для него это уже 43-й полевой сезон. И он с первого взгляда может определить, простой это камень или обработанный человеком. Тогда находка приобретает статус артефакта. Неожиданно для себя я нашла оскол. Мы еще, правда, плохо разбираемся, то, что мы находим. И каждый раз подходим к нашему преподавателю и спрашиваем, что это такое мы нашли. Еще пока неизвестно. Еще пока не можем сказать, что это. Мы пока что находим по мелочам что-то. Потом уже будем собирать из крупинок что-то целое, единое. После обработки результата в самые интересные находки этой экспедиции могут пополнить коллекции университетского или даже национального краеведческого музея Хакасии. Но для того, чтобы собрать осколки воедино, необходимо точно знать, в каком квадрате они находились. Границы участка обозначают колышками. Обязательно определяют стороны горизонта и фотографируют, как именно лежал объект. Когда вся уже работа закончится, когда все это, слой снимается, то есть это все наносится на план, каждая находочка. Потом, после того, как все это нанесено на план, убираются все эти колышки. И, соответственно, они уже делятся на квадратный метр. И каждый квадратный метр соответствует определенному пакетику, в который все эти находки, собственно, и складываются. И подписываются. Но для этого всю площадь раскопа девушки перекапывают обычными совочками. А работа монотонная. Камней в песке много, и на взгляд дилетанта все камни, которые студенты извлекают из грунта, выглядят одинаково. Камушков-то много. Мы ищем теми, которыми пользовался древний человек, которые были у него в руках. Вот могу показать мою находку. Она пока единственная. Вот, видите, скол? Значит, он обработан. Сколько для этого пришлось скопать? Ну, пока вот. Но впереди еще много всего. В принципе, интересно? В принципе, да. Особенно, когда находишь, вообще интересно. А так, тяжело. На корточках сидеть тяжело. Но это не самые большие трудности, с которыми встречаются будущие археологи. Самое главное из них – это, пожалуй, оторванность от цивилизации. Практически все студенты живут в городах. А здесь природа, таежная местность. И в палатке надо прожить полмесяца. Ну, так надолго, на две недели, действительно, впервые. И это совсем не сравнимо с выездами на природу, на шашлыки и прочее. Это совершенно другие условия. На самом деле, сложнее намного. Сложности в том, что тут от ближайшего населенного пункта 12 километров. Мобильной связи здесь нет. А ручей тот, что рядом. В нем вода довольно грязная, и пить ее трудовато. Поэтому привозим воду издалека. Ну, недавно приспособились собирать дождевую воду. Дожди тут идут часто и много. Ливневые. Отдельный разговор про насекомых. Будущим археологам не дают покоя комары, мухи, мошка, огромные оводы. Причем от них не спасают никакие репелленты. Немного поменьше насекомых в зной. А когда дождь, то хоть вообще не выходя из палатки. И все же позитива в такой полевой практике больше. Песни у костра, свежий воздух, здоровая еда. Несмотря на трудные условия какие-то, такое в жизни бывает. Ну, у кого-то один раз, у кого-то в жизни такого вообще не бывает. Поэтому это будут приятные воспоминания. От лагеря до места раскопок примерно с полкилометра работают с перерывом на обед и после обеденную жару. Каждый день в лагере по два дежурных. Готовят по очереди. Повар, ну, дежурный, тот же и повар. Ну, как мы вечером совещаемся, кто дежурит. В этот раз помогал по кухне помощник Валерия Зубкова, уже опытный археолог Александр Герман. Он уже получил диплом бакалавра-историка, сейчас продолжает обучение в магистратуре. Ну, археологией увлекаюсь уже, скажем, давно. Еще со школьной скамьи уже был интерес к археологии. Ну, и, соответственно, в связи с этим был выбор поступать на исторический факультет. Вот впервые ты прикасаешься к находкам, которые пролежали в земле тысячелетия. Сам участвуешь в открытии этого всего. Ну, и, соответственно, вот этот полевой быт, он ни с чем не сравним. Вот эта кухня, вот мы с вами видим, пища, да, и коллектив. Коллектив очень дружелюбный. Здесь сплачивает работа, сплачивает вот такие вот условия природные. Результаты этой и других экспедиций станут известны в конце археологического сезона. На пресс-конференции, которую традиционно устраивают ученые в сентябре-октябре. Но уже сейчас можно сказать, что кривой Чистобай-1 займет достойное место в списке изученных памятников каменного века. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова